Друзья, подписчики, вашему взору предлагается вот эта подзелка. Это уже моя вина, что я ее проглядел. Буквально месяца два назад я ее купил на одном из аукционов. Продавец писал, он продавал сразу несколько монет. Похожих, да, похожего типа, похожего периода. Две оказались нормально, а вот эта третья, как вы видите, беру ее без перчаток. Это уже подзелки. Видите, вот эти желтые пятна. Я думал, что это, ну, может, грязь, а может, продавец писал, что монеты из подвески. Да, из-под подвески. Подвеска, это такое маниста, использовалась в качестве украшения. Ну, это такая тяжелая монета, я даже не представляю, где она могла, что она могла украшать. Вот вы видите, вот эти вот пятна желтые. Это, скорее всего, медно-латунная монета, покрытая серебром. Я не смотрел на гурт, потому что продавец был, ну, вообще, я купил у него сразу, не сомневаясь. Продавец имел достаточно хорошую репутацию, я купил. И вот я, когда мне сделали замечание, чтобы увидеть, что монета подлинная, я сказал, что да. Да, но потом я, когда продал уже, поближе, вот потом, когда продал, я ахнул, я посмотрел на гурт, как он плывет здесь. Гурт очень сложно подделать, это основное правило нумизмата. Подлинность монеты, начиная с гурта. Вот слово доли, слишком неправильно оно. Видите, здесь огрехи какие. Я просмотрел, я ахнул, как же я был невнимательный. Вообще просто. То есть, просто плывет надпись вся. И главное, я не смотрел, проглядел я. Это хорошо, что человек не подсказал. Вот это мне... Я написал уже предыдущему продавцу, которого покупал. Он сказал, что без проблем, деньги сейчас верну, сейчас я к нему поеду. Много таких нюансов, вот там, в слове доля, буква L, L, тоже тут с ошибками. Линия вот эта, которая под словом доля, она слишком короткая, но не всегда она бывает длинная. Дальше он увидел, что здесь вот эти буквы PS, они как-то сдвинутые. То есть, нюансов было много. То есть, смотреть и смотреть. Я не взвешивал, у меня под рукой не оказалось весов. И поэтому вот так вот. Друзья, вот такая вот подделка мне попалась. Я ничего не потерял. Сейчас мне деньги за нее вернут, без проблем. Так что, да, это мой новый опыт. Имейте в виду, берите на вооружение. Это рубль 1818 года. Я даже, как вы видите, без перчаток его беру, потому что это подделка, уже не страшно. Оставить окислые отпечатки. Ну, в общем, это скорее всего. То есть, уже мой опыт новый подсказывает, что это старая подделка. Достаточно старая. То есть, еще и каких-то таких тех годов. Не знаю, то есть, это не современное. Ладно, все. Ставьте лайки, я жду ваши комментарии. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok